Вы видите на экране манипуляции. Как бы вы ответили на каждую из них? Завершив изучение этого урока, у вас будет рабочий конкретный прием. И кроме того, в этом уроке я приглашу вас потренироваться. Тот прием, который я вам покажу, я бы не сказал, что это самый лучший универсальный рабочий прием. Но он достаточный и может быть полезным. Вообще не существует какого-то единого универсального приема, который может быть полезным для решения всех оборудов. Абсолютно задач. Но тот прием, который покажу вам здесь я, может быть полезным для вас. Можете смело применять на ваше усмотрение. Итак, показываю, что за прием. Формула его следующая. Вероятно, вы думаете x, хотя для меня y. Такая формула защиты личных границ, правильно? И противодействия манипуляциям. Итак, показываю примеры. Смотрите. Тебе пора заканчивать заниматься ерундой. Так, вероятно, ты думаешь, что я занимаюсь ерундой, хотя для меня это ценное дело. Я записываю урок и показываю, как можно противодействовать манипулятивным крючкам. Тебе надо работать, как все нормальные люди, в конце концов. Так, вероятно, ты думаешь, что я работаю, как какой-то ненормальный человек, хотя, на мой взгляд, то, чем я занимаюсь, это ценно, полезно и хорошо оплачивается и является для меня любимым делом. Да ты еще пожалеешь, что так говоришь. Вероятно, ты думаешь, что я пожалею о том, что отказал тебе в твоей просьбе, но, на мой взгляд, это я сделал не тебе назло, а чтобы позаботиться о себе в первую очередь, и я действительно не готов за тебя делать твою работу. Да тебе просто повезло, твоей заслуги в этом нет абсолютно. Так, вероятно, ты думаешь, что то, что у меня есть результат в моем деле, это лишь вопрос везения, хотя для меня это следствие упорного, систематического, регулярного труда. А что значит для тебя упорно трудиться? У тебя совсем нет ни стыда, ни совести. Вероятно, ты думаешь, что то, что я отказал тебе в твоей просьбе, это симптом того, что у меня нет ни стыда, ни совести, хотя, на мой взгляд, у меня есть право выбирать, какие просьбы выполнять, какие нет, и действительно, у меня нет возможности и желания дать тебе деньги в долг, честно. То есть, видите, вероятно, вы думаете X, хотя для меня Y. Из каких шагов состоит этот речевой прием? Сначала вы озвучиваете картину мира, в которой находится ваш собеседник, раз он вам эту манипуляцию бросил. Вероятно, вы думаете, знаете, Дальберт, это вообще дурацкий прием, и никакого смысла в нем нет. Вероятно, вы думаете, что этот прием не сможет быть для вас полезным, хотя, на мой взгляд, такие выводы вы сможете сделать только после реальной практики. Что думаете по этому поводу? Далее, вероятно, вы думаете X, то есть, вы озвучиваете, вы предполагаете, какая картина мира стоит в голове вашего собеседника за его словами. Далее, вы выкатываете вашу позицию, но вы говорите о себе, и вы не нападаете на вашего собеседника. Вы озвучиваете вашу картину мира. И помните, что личные границы – это о том, что всегда есть пространство, где заканчиваетесь вы, и начинается другой человек. И кроме того, что то, что вы говорите другому человеку, вы говорите это ему, не чтобы ему насолить, а чтобы позаботиться о себе. Далее, вы видите на экране еще пять манипуляций. Я приглашаю вас потренироваться и ответить на них по шагам. Поехали. Ты что, думаешь, что ты умнее меня? Ваш ответ в соответствии со схемой. Ага, отлично. Например, вероятно, ты думаешь, что у меня задача быть умнее тебя, хотя, на мой взгляд, каждый из нас является специалистом в своем деле. А что конкретно вызывает у тебя сомнения в этом вопросе? Эй, почему у тебя такое грустное лицо? Так, вероятно, думаешь, что у меня грустное лицо, хотя, на мой взгляд, я просто сейчас задумался, как я могу применить этот прием в своей профессиональной личной жизни. Разве ты не хочешь стать лучше? Ваш ответ? Ага. Вероятно, ты думаешь, что я должен хотеть стать лучше, но, на мой взгляд, я уже достаточно хорош. И даже сейчас, обогатив свою практику этим приемом, я стал, по-моему, еще лучше, даже если этого я не хотел. Тебе уже сорок лет, и на тебя никто не посмотрит. Вероятно, ты думаешь, что раз мне сорок лет, я не могу быть для кого-то интересной или интересным. Но, на мой взгляд, жизнь только начинается. Я тут наготовила всего, а вы ничего не едите. Слушай, спасибо за заботу. Видимо, ты думаешь, что мы ничего не едим, потому что нам не нравится, но на самом деле нравится, просто уже наелись. Честно. Спасибо за заботу. Ну вот, видите, достаточно мягкий, органичный, аккуратный прием. Кроме этого приема, у меня есть для вас еще 24. Вы можете в описании к этому уроку перейти по ссылке, и они находятся в открытом доступе. И тренироваться бесплатно в электронном тренажере, в электронной версии, по защите личных границ, по противодействию манипуляции. То, что я вам сейчас показываю, это у меня называется речевой прием номер один. Вероятно, вы думаете x, хотя для меня, или хотя на самом деле y плюс захват. Захват в конце – это открытый вопрос. И сейчас давайте попрактикуемся с вами. Я брошу вам три крючка, и ваша задача – ответить на каждый из них в соответствии с этим приемом. Слушай, пока ты думаешь, ты упустишь самый выгодный момент. Такая манипуляция, попытка взять на понт скорости, правильно? Пока ты думаешь, ты упустишь самый выгодный момент. Так, спасибо за заботу. Вероятно, вы думаете, что принимать резкие быстрые движения – это про меня. Хотя на самом деле я принимаю решение, только взвесив детально все за и против, изучив досконально вопрос. Слушай, ты уверен в том, что ты думаешь? Это же неверная точка зрения. Ваш ответ? Ага. Так, вероятно, вы думаете, что я заблуждаюсь, хотя, на мой взгляд, наша позиция основана на конкретных фактах, наблюдениях, и мы можем подробно о них рассказать. Рассказать вам? Угу. Да ладно, ты, видимо, просто хочешь на нас заработать, Альберт. Понятно все с тобой. Так, вероятно, вы думаете, что моя главная задача – это на вас заработать, хотя для меня ключевым является это быть и полезным, и в том числе зарабатывать занимаюсь любимым делом. А как вы можете практиковаться и тренировать этот прием, адаптировав его и под задачи, связанные с личной жизнью, и с профессиональной? Но помните, что речевой прием – его важно адаптировать под свой индивидуальный стиль. Вероятно, вы думаете «Х», хотя для меня «Y» может звучать. Я так понимаю, вы думаете вот это, хотя, знаете, честно говоря, для меня это вот так. Далее, в конце можно добавить еще открыто вовлекающий вопрос. Что думаете по этому поводу? Какой у вас взгляд на этот вопрос? Какие у вас впечатления? И еще обратите внимание, что если фраза, брошенная в ваш адрес, вызовет у вас эмоциональную реакцию и желание напасть на собеседника в ответ или оправдываться перед ним, обижаться на него, это значит, на эту манипуляцию, как на крючок, вы клюнули. Очень много есть различных материалов по тому, значит, противодействия манипуляциям. А конкретные приемы где? И вот я вам показываю. Неужели ты не будешь настоящим мужчиной и не поможешь мне? Так, вероятно, ты думаешь, что то, что я являюсь мужчиной, обязывает меня выполнять ваши просьбы? Хотя, на мой взгляд, это нормально, что я могу любому человеку сказать нет. Поэтому нет. Видите, очень органично, аккуратно, вежливым образом вы противодействуете крючку. Крючками я называю вот эти манипуляции. Манипуляция – это воздействие на картину мира, чтобы сделать собеседника послушным в выполнении команд. И очень важно отслеживать эти манипуляции и эти крючки. И, кроме того, имейте в виду, что вы можете практиковаться в самостоятельном формате, в электронном. Но если вы хотите иметь вот такие карточки, которые использую я в своем тренировочном формате, то у меня есть авторская разработка. Это карточная переговорная игра «Защитись, договорись и насладись». «Защити личные границы, договорись, превратив сопротивление в сотрудничество и насладись тем, как у тебя получается». И вы можете приобрести этот тренажер карточный и практиковаться, если вас интересует именно он в твердом, печатном виде. Видите, сколько здесь механик, тренировок, крючков, речевых стратегий и всего-всего. Но ссылка на подробную инструкцию к нему будет в описании. Или же, если такой возможности нет, это не совсем для вас удобно, то в электронном формате вы можете практиковаться бесплатно, в комфортном для вас темпе. И ссылка в описании на этот тренажер, на инструкцию к нему и на бесплатную онлайн-версию будет. «Альберт, видимо, ты записал этот урок, чтобы продать нам свой тренажер. Вероятно, вы думаете, передо мной стояла только эта задача, хотя для меня стояла задача и популяризировать мою авторскую разработку, противодействие манипуляциям, с одной стороны. И кроме того, пророббировать мой тренажер в печатном виде. И кроме того, рассказать вам, что есть возможности бесплатно в электронном формате тренироваться. А что вы думаете по поводу этого речевого приема? И еще, знаете, в завершении этого урока я хочу, знаете, что сказать? Что здесь среди карточек у меня есть карточки с принципами превращения сопротивления в сотрудничество. И разрешите, их 25, а на каждой из них их по 3. Давать советы все не прочь, не зная, как себе помочь. И поэтому, прежде чем, знаете, рассказывать другим, как противодействовать манипуляциям, убедитесь в том, что вы сами способны это делать. Оскорбляя другого, ты не заботишься о самом себе. И поэтому очень легко в ответ на манипуляцию выйти на эмоции и атаковать собеседника. В то время как задача заключается в том, чтобы победить собеседника на уровне замыслов. И даже иногда дать ему победу, но поводы ее оставить себе. Альберт, ты что издеваешься? Да какой смысл в этом приеме? Дурак ты тупой. Так, слышу, о чем вы говорите. Вероятно, вы думаете, что смысла в этом приеме нет. Хотя, на мой взгляд, он может быть полезным, если грамотно его использовать. Как раз о чем это видео? Поделитесь его, применяя в жизни. И здесь, конечно, собеседник может удивиться. Он думал, что спровоцирует меня на эмоции, а я выбираю видеть вас в порядке и хорошими, вне зависимости от того, на что вы меня провоцируете. И с чем более коварным крючком вы можете противостоять ему, тем больше и ваш масштаб, правильно, во многом? Выводение с собой. Не веря в себя – причина большинства наших неудач. Поддерживающая фраза. А что значит для вас поверить в то, что вы можете противодействовать манипуляциям? И вот вам конкретный прием. Ты, видимо, хочешь испортить мне настроение? Вероятно, ты думаешь, что я хочу испортить тебе настроение? Хотя, на мой взгляд, это абсолютно не так. Я действительно не хочу все лето посвятить тому, чтобы копать грядки. Но могу приехать на одни выходные, тебя поддержать. Что думаешь по этому поводу в целом? Далее, обратите внимание, что то, о чем сейчас идет речь, это внешняя защита от манипуляций. Но еще и внутренняя защита. Это тоже моя технология, называется внутренняя защита от манипуляций. Она не проговаривается собеседнику вслух. Но она тренирует мою способность манипулятивные крючки осознавать и замечать. Например, вот берем крючок. Ой, тебе пора заканчивать заниматься ерундой. Дурацкий урок записываешь. Так, я слышу манипуляцию, в которой меня пытаются заставить думать, что я занимаюсь какой-то ерундой, чувствовать стыд и послушно делать то, что мне говорят. Но я человек творческий, профессионал в своей теме. Я выбираю думать, что здорово, что я осознал и увидел эту манипуляцию. Чувствовать радость по этому поводу. И выбираю сказать собеседнику. Вероятно, вы думаете, что я занимаюсь ерундой, хотя, на мой взгляд, это действительно полезное ремесло, которое может быть полезно и ценно большому количеству людей, которые зачастую не знают, как противодействовать манипуляциям. Есть? Есть. И это называю внутренняя защита от манипуляций. То есть назвать, осознать, вскрыть ее и сместить фокус внимания. Если не вовлекаться в бред этого крючка, то что выбираете вы тогда? Итак, в этом уроке я вам показал конкретный рабочий прием с конкретными примерами его применения. Новые идеи слабее старых привычек. Приглашаю тренироваться и внедрять этот прием в вашу жизнь. Как я его придумал? Следующим образом. А что если сначала обозначить картину мира собеседника, к ней подстроившись слегка и назвав ее, а потом озвучить свою позицию по текущему вопросу? Уверена, разрешая собеседнику со мною не соглашаться и не заставляя себя нравиться всем подряд. А что значит для вас защита ваших личных границ? Что значит для вас забота о себе? И как вы можете этот прием применять в вашей жизни? Вероятно, вы думаете, что он не будет для вас полезным. Но а что если, плавно практикуясь и внедряя его в жизнь, вы удивитесь? Какие позитивные результаты он в вашу жизнь привнесет? Кроме того, вы можете использовать этот прием и в ваших публичных выступлениях, и в работе с аудиторией, с группой, и даже в работе с теми крючками, которые бросаете себе вы сами. У меня, наверное, не получится этот урок классно записать. Вероятно, я думаю, что у меня не получится его классно записать. Хотя, на мой взгляд, я его запишу, буду заниматься любимым делом, его записываем, опубликую, а потом посмотрим, что из этого выйдет. Итак, защитись, договорись и насладись. В описании к этому видео вы увидите информацию для самостоятельной работы и для тренировок. При желании можете обеспечить себя этими карточками, если захотите. Это на ваше усмотрение. Вероятно, вы думаете, что у вас не получится. Не получится. Хотя, на мой взгляд, получится. Потому что упражняясь, получается неизбежно. С вами Альберт Сафин. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok